Терминология родства в гандландских языках. Поскольку я уже здесь на загородских чтениях в прошлом году и позапрошлом развивала эту тему, это часть того, чем я занимаюсь, это система родства дравидийских языков. То есть два года назад был доклад про атомические, в прошлом году был доклад про брахуи, а сейчас я перешла к гандландским языкам. Это в таких живописных местах расположены племенные дравидийские языки, расположенные в Центральной Индии. Но сначала немного о методологии. Максимально большого количества языков, то есть именно типологический подход. Я изучаю изменение значения в исследовании по семантической деривации отношения семантической производности с вас, связанной между собой, разные значения одного слова. Либо синхронно, на уровне синхронной полисемии, либо диохронически, между значениями слова в разные моменты его истории. Исследую теорию семантических переходов Анна Андреевна и Залезняк. Я прошу прощения, что я немножко повторяю с тем, что было в прошлом году, но я просто чуть-чуть скажу о методологии. По семантическим переходам поднимается наличие концептуальной смежности между двумя языковыми значениями одного слова именно в двух планах, и синхронным, и диохроническим одновременно. Реализованно, как вы видите здесь на экране, синхронно полисемии, диохроническая и семантическая эволюция, морфологическая деривация и кванатные заимствия. То есть всякие разные-разные возможные способы реализации этой концептуальной связи между двумя значениями. Например, если мы видим, вот у нас есть окно, как в качестве такого наглядного примера, окно, то есть концепт окон, связан с концептом окно. Это встречается не только в русском, а и в других языках, например, в чешском, в лесбинском, в удмуртском. И вот я сейчас смотрю одновременно на нашу базу данных, которую мы делаем, и в других языках мира. То есть это действительно такая глубинная связь, которая связана с этими два понятия. С другой стороны, тоже понятие окно, вот в английском, wind, связано с wind, то есть это окно, ветер. Такая связь тоже есть, причем в других языках, например, в испанском, ventana, в, ну, по-английскому я уже сказала, в монгольском. И в других языках, где понятие окно было связано, возможно, каким-то образом, концептуально с тем ветром, который, ну, в окно. Ну, вот о причинах мы сейчас не говорим, просто о концептальной связи. Значения могут быть совершенно разным образом связаны. И стабильные значения вещь, короче, значения, даже когда кажется стабильным, могут быть нестабильными. Но изменения могут быть как быстрыми, так и медленными. То есть, вот, например, сейчас мы видим вот на экране значение гуглить, искать информацию, по-английскому языку. Это современное слово, не аглологизм. Так же, как вот те, которые вы внизу сами видите, кобидиот, кобидотрицательные, вот современные. Кобидиорсы, маскобесия и другие, которые появляются сейчас. Но эти слова, не аглогизм, они новые и по содержанию, и по форме. То есть, так же маскобесия — это новая форма. А вот, например, корона, головной убор от символом анафической власти, и новое значение коронавируса, здесь слово не изменилось, изменилось только его значение. Вот такие случаи нас интересуют. Вот я участвую в проекте «Когнитивный механизм и символом анафической деливации» из руководства «Манная древняя залезняк» и из языка знания. И мы делаем такой каталог, вот здесь есть его адрес, да, всем shift.ru, по этому адресу можно пойти, посмотреть, там описаны разного рода такие связи в языках. И целью является собрать как можно больше связей, таких концептуальных смежностей в языках, как можно больше в качестве языков мира, что, ну, конечно, невозможно, но надо стараться приблизиться к этому. Вот. И обработка идет вручную, в отличие от других систем, похожих, которые есть, которые обрабатывают в Германии, но это не автоматическая, а ручная система, что очень повышает как бы надежность, достоверность этих связей, которые мы находим. Вот. Но перейдем, вот здесь вот иллюстрация, это страница из нашей баз данных с тематическими переходами от слов «ветер». Ветер связывается, wind window, это то, что уже было с окном, wind anger, wind disease, это вот ветрянка, болезнь, связанная с ветром, с данным инфобитером. Очень актуально сейчас. Wind, sail, ну и другие, какие-то другие концептуальные связи с этим значением, которые можно найти для разных видов. Вот. Моей темой являются значения, связанные, ну, вот еще раз, я знаю, косметически, связанные именно с термином «родство». Вот еще одно слово, здесь вот тоже кадр про динамику семантического перехода, что как-то происходит сам семантический переход, что вначале было тут одно значение, допустим, М1, то есть какое-то новое значение, М2, оно стало преобладать, или наоборот, оно как-то ушло на задний план, но нам важно, что во всем этом процессе есть такая стадия, вот такая вот, которая сейчас выделена, это полисемия, существование двух значений у одной лексической единицы. То есть вот это значение, эту стадию можно ценить по словарям. То есть у нас есть словарь, в котором полисемичные лексемы, в котором слово с разными значениями, и мы можем сказать, что, возможно, это вот путь развития, на самом деле, мы здесь видим, такой срез диахронический. Целью моего исследования является анализ семантики и семантической гравации семантического поля термина родства в гравитических ифках. Источники — это разные словари, тамковые, приводные, темологические. И ограничение легких гравитического поля — это вот такой список значений, 15 значений ближайшего родства. Какие семантические переходы в принципе можно обнаружить, в которых участвует термина родства? Здесь вот мы видим значение источник, да и значение цель, как мы себя представляем. Семантический переход. Вот если термин родства является значением источником, то он может переходить на другие отношения родства, на обращение внутри семьи, на обращение, на тети, дяди, дедушка, на обращение к посторонним, там, тетенька, подвиньтесь, пожалуйста. На междометие, там, о, мать моя, о, батюшки. На статусные значения, как там, хозяин дома или там, госпожа. И там, значение важности, ведущие, например, в стамильском языке, как главный космический корабль, тоже Mother Space Ship. Или вот он в Телго, это было как ведущие стены дома. Это вот то, на что переходит значение из терминов родства. А как значение цель, таких переводов значительно меньше. То есть, ой, извините. Значение цель, это встречается меньше, вот, чаще всего, поскольку это такая базовая лексика, они, ну вот, прослеживаются на самых ранних уровнях, но исключением встречаются. Например, вот, Телу Гучелелю, Лелю, сестра, оно происходит не из прадравидейского значения, сестра, именно как вот компаньон. Ну вот, значит, у нас есть изменчивость как бы трех направлений. Во-первых, меняется фонетический вид лексем. То есть, например, вот, из прадравидейского Айя, старшего слуха, у нас получилось Айян, Осец или Айе, какие-то разные, ну, фонетические, развитие. Потом есть изменения на заимствование, когда, например, вот, был прадравидейский младший брат, там, корень, там, бит, то, что в томитском, а вот в языке Курух, в северном дравидейском, у нас есть Хаяс, заимствование индоарийских языков погружения. Могут изменяться, значит, значения, о чем вот, то, что вот основном нас интересует. Например, вот, тот же старший родственник в языке Каламе становится, это уже выражает значение Бог. И еще интересный момент, что изменяется система. То есть, вот, система родства антропологическая, когда она изменяется, значение терминов, они тоже, как бы, на них влияют эти изменения. То есть, вот, если раньше это был дядя, который был дядя, брат матери, имел очень большое значение, участвовал в ритуалах, его дети становились, могли быть, там, мужем, женой, он становился родителем, с лёгком или тестем в браке, то потом постепенно эта система сменяется на линейную в зависимости от языков окружения, как бы, под влиянием окружения. И это просто становится дядя, который не играет такой роли, а его дети не становятся партнерными по браку, брак происходит каким-то другим образом. То есть, антропологические параметры и тип системы, он влияет на само значение, значение терминовства. вот, и мы переходим к радоруэдейской системе родства, вот на, которую я попыталась составить картинку на основании имеющихся описаний старостина и вот в базе данных Starlink. Ну, тут нужно понимать, что картинку, которую я пыталась составить, она основана на реконструкции, а реконструкция значения, это вещь всегда не такая уж точная, то есть, мы имеем значение в языках-потомках и стараемся представить, что было в языке предки. Часто это бывает просто как контоминация возможных значений, то есть, если это был, допустим, дедушка, тетя и бабушка, то мы скажем, что это был старший родственник. Ну, это, может быть, так и было, но мне это ненадежно. И вот, получается, такая картинка, вот это, здесь схема родства, вот здесь все понятно, вот красненьким обозначено эго, ну, синеньким, это просто такая вот в этой системе, то, на чем стоял курсор, короче, никакого содержательного значения не имеет. круглые, круглые вот элементы системы, это женские персонажи, а треугольные, это мужские, то есть, вот мы видим эго женского пола и хэ, это его хазбанд, а вот над ней кругленькая, это ама, это м, мады, там рядом с ней м, уай, зет, мады, с янга, сесты, младшая сестра, мать, и, ну, вот и так далее, и мы видим, что здесь, если посмотреть внимательно, здесь виден, вот виден такой, так называемый дровидийский тип родства, декуркативно-сливающий, где, где родственники, сейчас скажу, короче, вот я не буду об этом подробно говорить, но просто для понимания, что был распространен к родственной брак, на детях противоположного сиблинга родителя, то есть на детях сестра отца или детях брата матери, и, соответственно, вся система, она такая симметричная, здесь одинаковые встречаются обозначения у правой и левой детей, вот, и, значит, что нам еще важно, вот некоторые параметры, здесь было важно на старшинство сиблингов для старшего, младшего брата есть отдельный термин, выделялся дядя по матери, это очень важная фигура, поколение дедов не различалось внутри сканцовской ветви, утренит тоже неверный брак, даже есть отдельная линия, вот, целую, это группа называется, мэна, это группа родственников, полений брата матери. И, интересно, что в старшем родственнике явились кластеры, и у младших сиблингов, возможно, не был важный пункт. Вот, это младший язык. Вот, и, что касается гандванских языков, и гандванских языков, перейдем к самим бывшим гандванских языкам, на которых говорят, вот, если посмотреть на эту карту, вот, в середине, вот, в центральном районе, там, вот, желтеньким нарисован язык гонди, это, вот, линия по линии эмиграции дровидов, а гандванские языки подгруппа языков, на которых говорят в центральной Индии, в штатах Махараш, Махе, Прадеш, Шахетгард, Антопрадеш и Орис. Этот термин подпределяет своей классификацией Михаила Сергеевича Андреонов, а кришноморцы это называют центральной индивидой. Почему, ну, вот, гандванские, они, название связано с суперпатентом Гандвана, потому, что именно в этом районе были обнаружены его осадочные толщи. И восходит к санскритскому Гандавана, который, в свою очередь, к дровидейскому Когара. Сюда относятся языки Ганди с диалектами Ко, Дон Гре-Конг. Вот они вот так выглядят в законах в расстах такой характерный их область. Вот. И, значит, вот язык Кури. На нем говорят, представьте, вот, ремини-Конг на закладе штата Ориса. Согласно переписи, это около 300-300 тысяч человек, но я не буду очень подробно рассказывать, чтобы не занимать ваше время. Они находятся в окружении языков Ории и Телагу, которые на них как-то влияют. Вот по словарю, который вот здесь, по словарям и некоторым другим по работам получилось установить вот такую систему родства. Здесь, ну вот, понятно, что если бегло посмотреть на нее, там не очень понятно, что, чем она отличается от продровидейской, но все равно видно некоторые недровидейские элементы. Что касается семантических переходов, ну вот, давайте сначала посмотрим на элементы, что вот встречаются семантические переходы father, man, релизон, семей, оба, mother, woman, тоже, семья, и мама, и самка-животных в двух названиях тали-тали, и тоже вот фазо-систы-систы-систы, когнаты в разных диалектах. Ну вот интересно еще, что в категории семнадцатого выражается категория лица, то есть маба, это просто отец, а миба, твойец, это маба, наша, отец, языках, и возможно иметь более архаическое происхождение. Вот, но в целом система показывает симметричность и сохранность вот дяди по матери, мама, его кросс-клуза, она не сохраняется, в параметрах старшинства есть, у нее есть некоторые драведистские формы, особенно для младших родственников. танги, младшая сестра отца, танги, отец, два драведистских термена для матери, и я, и талия, оба имеют прото-драведистское происхождение. Но существует много заимствований, особенно в подсистеме сестер и братьев, на старше страдала до старшей брата, среди сибирных родителей и заимствовала для мужа. Вот как можно видеть эту систему в переходном состоянии, она не полностью драведистская, и она не похожа на соседние индарийские системы, она такая промежуточное состояние, между кокатерной сливающей или нет. Ну и просто сейчас еще покажу. А, да, ну вот, это Куви. Здесь опять персонажи с линокольцами в носу. Вот, язык Куви, ближайший к Куви, тоже штат Теориса, и тоже довольно крупный. На нем вот говорят этнические группы, которые здесь в основном они Белингу из Ория, владеют также Телугу, Томинским, Финди, ну, могут владеть Урия Бенгальским. Большинство заинственных элементов из Телугу и Ория. Вот, но я в некоторых случаях, если где-то есть интересные, более интересные форматы, можно тоже включить. здесь вот, ну, вот, например, заинственных числительных, кроме 1 и 2, то есть в других языках это по-разному бывает, сохраняется 10 числителей, числительных продервидейских, где-то 7, вот, в этом языке только 2. Вот, показатели Эдейксиса ближнего, среднего и дальнего плана, имба, здесь амба, там оба, там далеко, так взуимен, это тоже такая старая черта, потому что, например, вот Томинском сохранилось только ближний план и просто какая-то красивая лексика Ку Али, женщина племени Конг, на Али, моя женщина, вот, следствие многоженства до Герии, вторая жена взятая в жены, пока она была еще первая, или вот церемония Ду Ликеду, церемония оплативания умершего на следующий день после человеческой жертвы, церемонии, это приношение, такие некоторые лексические элементы, леда Гореги вызывают привязанность ребенка и позволить ему постоянно следовать за собой, специально легче, вот, но, что касается системы родства, вот, мы восстанавливаем ее примерно в таком виде, здесь есть, можно обратить внимание на мать дровидийскую, вот это Айя, с разными вариантами, Айя-Ди, Айя-Ли, это из прадровидийского корень, вот, ну и семантические переходы, комментарий будет на следующем слайде, семантические переходы, здесь более полные данные, поэтому больше, можно сказать, о семантических переходах, и на самом деле, это, кстати, очень сильно зависит от источников, то есть, если для языка есть хорошие подробные словари, мы можем больше сказать про какие-то концептуальные связи, а вот для малых временных языков, как-то малая информация, можно сказать мало, но здесь, значит, у нас есть father-grandfather, father-and-sister, вот это отношение внутри самих самого участия мировства, дедушка-отец, отец-сир, superior, которое статусное значение, термины обращения, term to respectful address, обращение к женатой или более старшей женщине, ну и вот другие значения тоже видим, ну тоже другие переходы, но я не буду подробно все смотреть, потому что интересно так как может. И система, древеседельская система размыта, данные не позволяют установить, что она полностью сохранена, нет данных о фигуре дяди по матери, но с другой стороны есть сохранные древеседельские термины, относились к матери, к бабушке, младшей сестре, мало информации о покорении родителей и несближении родителей со знакомыми сиблингами. Недраведейскими терминами описываются сиблинги родителей эго, старший брат отца Боду, кока, младший брат отца Баи, старший сестра Дада, старший брат эго, муж опять заимствованный. И судя по всему система ближе к линейному антропологическому титул с многочисленными заимствованиями соседних языков, но сохраняются исходные продраведейские термины и родственные отношения. Картинка демонстрации про то, чтобы там тоже такая история про шахты в горах, вот иллюстративная картинка. А вот язык Пенга это мало, ну вот он как бы с одной стороны крупный язык, с другой стороны носителей именно этого языка по данным Кришнамурти достаточно мало и не очень много информации мы устанавливаем систему родства. Семантические переходы, опять женщина жена, дочь девочка, девочка сестра, старшая сестра отца мать жены, жена младшего брата отца сестра младшей сестра матери, вот это вот такая типичная для дарвидийского родства параллельность симметричности материнской отцовской детей. Ну и так далее, и другие переходы, в том числе вот мы видим в Мизу, например, старик-муж, вот такой часто встречаются в разных языках, жили более старых сестра женой. И здесь опять данных не очень много, незаполненные некоторые позиции, важные для понимания социально-экологической системы. Нет сына, брата, матери, дочери, сестры, отца, непонятно, что с руссказанным браком. Но какие-то значения можно связать с дарвидийскими, но есть многие, которые, когда-то подвержены замене на заимствование. Муж, старший брат, старшая сестра, возможно, отец и дед. Можно сказать, что эта система значительно изменилась по сравнению с дарвидийской. Большая часть значений получила новое выражение заимствования загружающих языков. И системное значение терминов тоже изменилось. Интересно, что здесь тоже выражается категории лица терминоватства. То есть мы можем сказать маба наш отец, миба твой отец, табахи его и их отец. Есть интересное выражение для групп родственников, мы будем подробно, и видна, например, традиция многоженства. Есть термин для старшей жены и младшей жены. Перейдем к языку Манда. Тоже малый язык гандванской подгруппы относятся к так называемым языкам Кондха, Куи, Куи, Манзи, Пенга, в районе города Кондхмаль. Число говорящих по тем исследованиям, которые есть, около 4000 человек. То есть язык такой на грани исчезновения. Есть работа достаточно современная, но с данными 80-х годов. Наверное, он сейчас существует, но ничего другого он про него сказать не может. Интересно, что у него двусысячная система исчисления, опять, эти вставления в существительных идель, она, эта женщина вблизи, удаль, она, та женщина вдали. Лексики, например, ту-ту, вне бегущих обезьян, он метопоэтическая. Интересно, это вот зилтикара, мягкая и нежная тепло утренес солнца. Такие красивые физические гницы. А вот что касается системы родства, вот мы так восстанавливаем. Семантические переходы, которые можно здесь найти. Вот опять женщина-мать, отец-предок, сын-мальчик, младшая сестра от матери, жена с нашего брата-отца, мать, матка самка животных. Что касается системы, она сохраняет древидейские черты, приближение родителей и их одноколых сиблингов, отец-брат отца или мать сестра матери, отец, ахару аба, старший брат отца. Далее аба, младший братца, младший младшая сестра. Сохраняются продревидейские выражения некоторых основных терминов. И есть фигуры дяди по матери, мама и опыт системы. Но есть и много заимствований. Термины для сестры нана и брат дада, значение мужа дукра. И есть два параллельных варианта значения сиблингов, то есть деревья на младших и старших и беда сиблингов. То есть вот как мы видим, то, что можно увидеть, разделение на младших и старших характерно для дравидейской исконной системы, а беда разделения тоже уход от него. И можно сказать, что система расформата сохраняет по-многому общеравидейское состояние. Хотя есть изменения. Последний язык будет язык Гонди. Крупнейший язык гандванской подгруппы. Число носителей, которые вычисляют около 3 миллионов человек. и говорят на нем в разных общинах штатах Махараш, что здесь вы видите на экране. Но на самом деле надо сказать, что по терминам Гонди объединяются разные диалекты территориальные племенные. Иногда они недалеки друг от друга, так что даже Кои считаются отдельным языком. И на обширной территории, на которой они подсказаны они контактировали с разными языками окружения, в том числе индористскими, Мунда и другими, что произвело к большому количеству заимствований. Вот система терминов царства. Здесь видим, например, дадаль, яйаль, и другие недрозитические термины. Симонатические переходы. Мать богиня, младший старомателе, жена старшего младшего брата отца, младший брат обращение нежное обращение от отца к сыну, но и другие переходы. И вот здесь диалектные различия тоже я отдельно выписывала, что в разных диалектах разные варианты термина. И хотя заимствований в Гонде много, система сохраняет много дравидийских черт, в том числе выражение параметра старшинства, значимость общедравидийского дяди по матери, а симметричность выражения кросс-кулена по значению тети младшего старого матери и она младшего брата. однако выражения значений часто заимствованы, например, дадель отец и дед старший брат, баи старшая сестра, сиблинги эго и родители эго. В целом можно сказать, что развитие системы Рокслава Гонде далеко от парад дравидийского состояния, но в терминологии сохранны элементы депутативно общей системы. Ну вот и некоторые выводы о том, что в этих языках системы нельзя сказать, что они полностью сохранили продравидийское состояние, но нельзя сказать, что они так сильно ушли от него, как вот Брахуи, о котором я рассказывала в прошлом году, самый северный дравидийский язык. Это такие промежуточные варианты, которые отдельного исследования скорее всего требуются для того, чтобы лучше понимать, как их расположить на этом пути, пути вот этого изменения. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какой обширный материал, сведенный в систему. Скажите, пожалуйста, в языке, значит, вы считаете, что если есть позиция в системе родства, то она есть, независимо от того, каким термином она обозначается. Дядя по матери где-то сохранился, где-то не сохранился, но там вы пишете, что он сохранился, но при этом он обозначается заимствованием. То есть все равно он сохранился. Нет, понятно, что поскольку эти родственные отношения связаны с отношениями в реальности между людьми, это, конечно, дядя по матери он существует как фигура, но просто он может иметь то значение, которое относится к граведийской истории, а может иметь другое значение, как, например, в ремейной системе у нас сейчас в русском языке, когда это просто дядя, и не важно по матери, или по матери, родной, или по браку, вот просто такой персонаж, он не имеет такой нагрузки смысловой. Или вы не правы? В каком-то из языков? В куве. В куве. У вас все индорейский термин, но дядя, вы пишете, что дядя по материнской линии сохранился. Там еще есть косвенный, я вот сейчас не вернусь, нет, но в общем там есть еще косвенный, например, если остается, если он заменяется на, это замен, на самом деле на другое обозначение не обязательно означает, что изменяется функция. Если он, например, остается дядя по матери, остается синонимичен с женой, то это как бы означает, что косвенный брак сохранен. там при этом возможны варианты. А скажите, пожалуйста, в манда, там таба и тая, это показатель чего? Таба это отец, а тая это мать. А т это не притяжательное смешно именое? Вообще-то эти формы восходят к аба и ая, ты, короче, вот на прадравидейском уровне ты была необязательна. Оно может, да, ну, да, оно может скорее быть показателем лица, но точно сказать не может. Спасибо, похоже, да, потому что аба и ая по многим языкам проходит. по всем, да. Конечно, напрашивается вот персидская абба. Абу, абу тоже, в принципе, венитин поддерживая. Ну, там такая еще история, что терморовства часто обозначаются такими наиболее простыми звуковыми сочетаниями, то, что называется детская речь. Поэтому вот эти аба и ама, они повторяются довольно часто. Но если она чуть-чуть изменена, то это уже все-таки будет. Кстати, и ум тоже мать, да, на арабском. Александр Михайлович, у вас вопрос был. Вопрос, да, по поводу слова, которое означает мать. Потому что это больно подозрительно, это схоже с тамильским словом тай, которое означает мать. И там тоже, видимо, начальные согласные имеют какую-то, так сказать, указательное определенное значение, вот то, что есть вариант яй, между прочим, тоже старо-тамильском языке, который тоже мать обозначает. Даже, даже вообще он старше, чем тай. Ну да, я вот про это и говорю, что в реконструкции там на самом деле ай. Да, более ранее. Да, то есть яй, вот тамильское яй это будет, да? Ну да. Ну вот подробно я этим вот конкретно этой формы не внимала. Я хотел спросить насчет междометий. Вот в языках мунда есть две такие штуки, но на самом деле одна из них, наверное, заимствованная из индоарийских, да, это междометия дискурсивная, и оно даже просто заимствованная как бай, это бай, вот, которая идет в обращении к такой какой-то брат, который уже совершенно не брат, и это может не иметь вообще никакого отношения к тому, к кому обращаешься, вот, есть и такая штука, а другое, мне кажется, это, ну, я только в мунда видела, это мать, которая превратилась в ритмическое междометие в песнях. И как она выглядит? Я, ну, я надеюсь... А слово мунда? Вроде бы, вот, ну, я надеюсь, мы еще покажем это завтра на нашем докладе, потому что оно в текстах встречается, вот, я хотела спросить, бывает такое? Про междометие, про междометие действительно, вот, у меня в материале очень много, случаев, когда из текстов получается междометие из отца, матери, но в дровидийских, вот, у брата там где-то один есть случай. И они, это эмотивные междометия на случай чего-то какой-то неожиданности, там, ай-ё, там, ай-я, такое, ой, что случилось, бабушка. Мать, честно, да? А дискурсивного такого нету, да? Ну, Ну, как, ар-ярш такое. Ну, с другой стороны, у вас всё-таки анализ текстов, а у меня такой дискуссивный анализ я не делала, поэтому, может быть, оно есть. Ну, да, могло быть просто. Другой материал просто. Спасибо. Спасибо, очень интересное выступление. У меня такой вопрос, как раз, может быть, вы сможете на него ответить, я очень давно его ищу, и он касается этимологии одного слова. Значит, сегодня мы разбирали, что есть слово «аба», которое означает «отец». И есть также известное слово «баба», которым в Индии обозначают каких-то святых, мудрецов, там, отшельников. И ещё в некоторых языках им обозначают, например, отца или близкого родственника. Но когда я искал этимологию вот этого слова «баба», я нашёл противоречие. То есть одни говорят, что источник — это санскрит, а другие говорят, что источник — это дравидийский язык. То есть этимологически, вот, если сможете подсказать, что таким послужило первоисточником для того же слова «аба». Вот, буду очень благодарен. А в каких языках вы смотрели? Ну, я смотрел «бенгали», вот, я смотрел санскрит и смотрел хинди, вот, ну, и слышал в арабских есть это. Нет, ну, если это хинди, если это индорезский язык, то, наверное, оно там собственное. Но там такая интересная история, она, что вот эти вот термины для отца, вот эти вот «абу», «абу», они есть и в дравидейских языках, эвандаристы, и встречаются уже очень как-то рано, я смотрю про это, но они как бы развиваются параллельно, и сказать, вот, лично я, сказать, кто из них был первым, я не могу, и, в принципе, вот я с Юрием Старостином тоже это обсуждала, он тоже говорит, что вот на таком раннем уровне это уже не очень понятно, то есть, ну вот, насколько я знаю, может быть, и другие страны. Хорошо, понял, спасибо. Спасибо. с Юрием Старостином, Субтитры создавал DimaTorzok